Боже, в милую сегодня грешенную, создав ими Господи и помилуй, ими Вищества и грешил Господи, прости негрешного и помилуй. И прими нашу молитву благодарности и словословия за то, что родные, близкие нам, покрами Твоей святой, пришли сюда и помогли нам. Мы так в этом нуждались. Спознаем добро, и только Ты можешь это сделать так, как должно. И благослови их в пути, возврати их без повреждений домой. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садитесь. Как-то по плоте так садитесь, чтобы... Так... Аня, одна съемка идет? Ну, ладно. Вот сегодня у нас 16-е... 26-е, да? 26-е сентября 2024 года, четверг. Ну вот, сегодня наши друзья выезжают. Поэтому я прихожу в это время. Когда уже выезжать, тут под ногами путаться не надо. Мы сейчас все, что нужно брать, где-то отдельными свои вещи тут, он здесь. Потом только подхватил и дальше посадить. Все остальное там уже проще будет. Ну, то, что мы в этом нуждались, это даже говорить не надо. Убрать с огорода. Убрали картофель. Убрали моргарь. Убрали свеклу. Что-то капусту забраковали. А я прошел до Донезу и хороших кочевов где-то штук 15 нашел. Хорошие, большие, толстые такие. Так что... Они не твердые. Что это? Не твердые. Рыхлые такие, еще не завязались. Еще две недели можно потом прихватить. Не забыть только. Написать, что надо. А то забыл, забыл, забыл. Что говорить? Замещания по работе мало. На будущее хорошо, хорошо. Запомните, чтобы по-другому не было. Обязательно, если будет желание, мы каждый год нуждаемся. Николай уезжает раньше. Николай Георгиевич Кузьмин. Так. Разрешаете ли нам приехать и помочь? Вот такого содержания. Наш ответ. Вы согласны соблюдать... Вот у нас в интернете, когда новую принимают человека, спрашивают, согласен ли соблюдать устав наш? Это же самое здесь. Я на пустяках прямо срезаюсь. Смотришь, опять не так. Ну, вы знаете, о ком говорю. Ну, на пустяках совсем. И так вот, ну, на работе, а бы как. У нас совсем мало этого было. Вот как образец для сестер. Это была Лариса Сухоплюева. Надо было ее видеть. Что бы ни сказал, она бегом и сразу же выполняет. И повторять одно и то же, я, кажется, ни разу и не повторял. Я ее не принимал. Потому что она стала просить всем. Остановилась у нашей Татьяны, когда мы еще даже не думали сюда ехать. Не знаю, какая причина, так рано она. А что тут делать-то она приедет? К кому? Ну, вот я приехал, она уже была здесь. И я говорю, как есть. Вы видели ее? Не захватили? Ну, найдете. На нашем сайте можете поближе познакомиться, побеседовать с ней. Лариса звать ее. Она певица. Как она пела на костре. Видели, наверное, да? Ну, такая активная. Выше своего возраста. Тем более, в это время тут была Дарья с маленькими ребятишками. Как она относилась ей. Ну, нет слов, чтобы где-то... Только сказал уже все. Вот это вот у меня костюм. Вот она какой. И все это старое отошло. Надежда, я не вижу там, ну, что-то такое-то. Только сказала, я прихожу, она все накормила и уже сидит шьет. Два дня прошло, вот на мне костюм. Ее не надо подгонять было. Ни разу нигде я не сказал, что же ты стоишь в руки сложила. Нигде. Мне вот это не подходит. Ну, вы сами для себя посмотрите. Вот я скажу, брат приехал. Приехал. У меня вопрос, конечно, к нему. Как он один находится в таком месте. Ну, оказалось, что вот там можно работать. Духовно. Один. Никакой общей, конечно, нету. На 15 километров церковь. Но это его родина. Не будет у нас батюшки, у нас бы церкви тоже не было бы. Или выпасили такого священника приезжать. А батюшки не будет как. Хорошее отношение у нас. Раз в году можем собраться. Собраться. А повесить, священник придет. Исповедует, причастит и все. Этого достаточно. Два раза в год достаточно. В два года один раз достаточно. Это Ян Златоуст пишет. Господь смотрит на готовность. А наша готовность никогда не будет та, которая от Бога. Ну, только мало-мало тут как-то где-то. Хорошо слышите? Без разрешения, без договора не приезжать. Телефон проверить. Потому что... Кто-то на телефон нашел. Никак не подходит. А что? С братьями вообще легко. Чем ты будешь? Все, у меня на телефон. Где были? Все. Осталось там немного. Вот даже с этой капустой-то разберутся. Уезжать сейчас у нас ровно две недели. 10 октября. А теперь, когда ближе подходишь, они синоптики меняют. Что там? Если будет два дня солнечных, а потом дождь. Я выезжаю 10-го, 8-го. А, Надежда, я ее заберу с собой. Вытащить там, что у нее есть. Володя, скажи, что я ее беру с собой еду. Первый, если я договорюсь с Андреем. А ты возвращаешься тогда, что у тебя есть? Первым лейсом моих стена идти, сначала. Потом принял груз вторым лейсом. Что маленько, что-то у нее взять. Немного. А остальное, Володя, надо, он ее перетащит туда, чтобы машину не загонять туда. На своей машине подведет. Ну, хорошо. Тыквы. Ну, ты не договоришься теперь-то. Согласим. Значит, кто спрашивать будет? Согласилась. Ну, и согласилась, оставайся на зиму, замерзнет. Начинает у меня уголь вытаскивать. А я его рукой не прикасаюсь. Есть дрова. Так. Все. Значит, братья, я разговариваю с вами, как с людьми истинно верующими. Доказывать еще не надо. У нас тут какая возможность была, когда по силам было, мы никогда не останавливались. Кому? Где? Как? В любое место. Уже смотришь, мы там находимся. Это не сейчас, которые здесь. Когда было раньше. Я тщательно выслушивал, кто нуждается. И Господь благословлял. Люди-то разные. Я начинал с Латвии. И там тоже нуждались в помощи. Молодой. Мы посещали баптистов очень часто. Ну, и присвитер у них называется присвитер. По-нашему-то он еретик. Но он говорит, вот такая вот бабушка, там сестра наша говорит, вот здесь вот в Варнауле на горе она живет там, где телевидение. Надо перекрыть крышу. А во сколько? Договариваются там в десять. Я часов в восемь уже там. И уже на крыше. А они когда приходят. Ну, пожилые люди-то. А я там как обезьяна. Все это. Нужно было у Войтовича благощины где-то. Ну, как-то сидели. А когда уже он сразу поставил водку, там выпили все. Ну, а с чем отличается Игнатий от нас? Тут на него так там нападают. А он и говорит, он такой же как вы, только водку не пьет. Простой ответ. А там интересно. У них присвитер, который он работал на шахте, ему пальцы оторвало. Один палец только был, кажется. Алексей Дмитриевич. Неблагополучие в семье. Дети за воровство сидят в тюрьме. Ну, может быть не все дети, но я там передачки, кажется, делал где-то. И вот он показывает, а хозяйка большие подает блюда. И там, как надо сказать, вареники с творогом. Ну, большие вот это. Вот подставили, я говорю, сегодня пятница. До этого они нападают. А тут они во мне души вещают. Ну, ладно, не езь и не езь. А он, прежде всего, здоровый такой. Он свое сел и сразу на меня. Так не будешь есть? Я говорю, нет, а то я его поднял, как сейчас помню. Ложка, а вот так перепрокел, хлопнул. И все пельмени эти к нему ушли. Вот, попутно только. То есть, вы откликнулись. Вы знали. Видите-ка, вот даже руку мне эту больно задевает. Падал сколько раз. Ну, все мы, что хотели, сделали. То, что пошли там к матушке, это тоже хорошо. Сейчас никуда. Вот здесь побеседуем, поужинайте. Еще раз проверьте вещи, чтобы ничего не забыть. Никак. А мы-то восстанемся. Тут я буду разговаривать. Ирина сказала, когда Андрей будет. И где было сегодня, он в Хорщине. И вы будете из храма и тогда поговорить. Я, говорит, не знаю. Раньше у меня было так. Я договаривался в городе с машиной. А машина Татра. Вот эта, на трех. О, огромная. И они брали на себя предприятие, брали на себя расчет за нее. И тут мы грузили их, кому надо, на базар. А людей-то было больше. Вот это пустые-то дома, это все занято было-то. Нагружали ее и в город. Ну, а там мешки подписаны. Вот это слово «игла» появилось, когда мешки подписали коротко «иг» и на делах большую букву. А люди поняли, что игла колодь. Всякие мысли были. Так. Я хочу услышать от вас какой-то наказ. Что хотели бы сказать. Это не на один день. Так. Вот Иван Грибанов с края сидит. Михаил Макаров. Ну, а это Пахмутов, Георгий. Больше-то нет. Ну, поработали на славу. Особенно с картошкой, как расправились. С морковкой. Вы хотите что-то сказать? На память оставить или наказ какой-то дать? Поблагодарить бы вас хотел бы. Поблагодарить бы вас хотел бы. Ну, мы принимаем. Мы за год... Мы за год вот с братом договаривались. С Георгием. Потом с Михаилом. Потом с сестры подключились. Вот. И молились, чтобы Господь благословил дорогу. И все получилось. Слава Богу, мы были полезны. Вот. Благодарю вас за книги, которые сейчас уже нигде не достать. Подарили. Пуражку брали у меня? Да. Пилотку. Да, тоже. Так. Благодарю вас за дарение. Это вам осталось. А вот тут Ермолин Антоний. И он мне говорит, у меня просьба одна ваша, чтобы вы завещали пуражку у меня. Свою. Трехсветное. Завещание на пуражку. Ну, я говорю, у меня здесь пуражка и там. Ну, а когда меня не будет-то. Так вот делаем. Так, я от вас хочу получить наставление какое-то или чтобы на память. Может, с чем-то недовольное. Я не знаю. Открыто говорите. Ну, нам все понравилось. Так, брат Михаил, что не хотите сказать? Только благодарность, Слава Игнат Тихонович, за ваше поучение, наставление. Так. Игнат Тихонович, у вас в интернете на видеороликах уже от этой яркой иголки и уже по духовным вопросам все есть. Хоть читай, хоть смотри, хоть слушай. Поэтому даже сюда мы уже приезжаем. Вроде ничего нового-то уже нет. Все уже только подкрепляем или вспоминаем уже пройденное. Сейчас такое письмо написала Моржина Екатерина. Она стихи пишет хорошие. Видно, что талант. Ну, и получила там благодарности, сколько вчера она была здесь, Голубева Екатерина. Я вам скинул на вас посчитать. И отзывы на это. А то я бы тоже так написал. Ну, дружба во Христе, это духовное родство, оно дороже такого. Вы ничего не нарушали. Ну, условия какие вы видите. Ночевать было ездили. Все подвесили там. Ну, видите-ка. Я думал, что так все останется постельно с Аманом-то. Нет, брат. Тут Володя следит за этим. Что тут надо будет? Володя, обязательно надо записать, где у нас вода. В бане. Бочки стоят. Котел этот, я его называю, шлем богатыря. Все надо освободить от воды. Чтобы не... У тебя сколько тут бочек-то здесь? У колодца? И здесь, я видел. Ну, и проще. Пройти, где надо заколотить. Я не знаю, что там по лагерю еще надо смотреть или нет. Ты пройдешь там. Склады у нас все это заколотить. Впереди-то у нас две недели. Это можно будет. А когда уже я договорюсь определенно, где... Сколько? У тебя три рубля надежды найдется на нее? Ему одна, скажи ей. Приедешь. Машину одну оплачиваю я, другую ты. У нас пенсия в ней, пенсия больше моей. Она не знает, что. О чем говорить? Я ничего не слышу и не понимаю, что говорить. О-о-о. Вот тут знаешь, как я обхожусь. А я наоборот. Я не слышу, мне нужды никакой нет. Я занимаюсь. Все. Сестры, за вас примемся. Благодарен вам. Все-таки мы накормили были. Ничья не открывать. Мы даже не имели никакого чего-то. Теперь все на брата Владимира. Повар. И с тряпкой. И все. Конечно, мы вставать будем в то же самое время. Утренние молитвы такие же будут. Чтение такое же. Вы как приедете, сразу заходите. Заходите, увидите. Поделитесь. Эта сестра Лариса-то уехала. Но она на молитве есть. И то ли она заходила, я не заметил. Но я ее вижу. А Николай тоже считает псалтырь. Он стал молиться так. Более вдумчиво видно. Не зря что прошло время. Ну а вот Оля, она знает. Какие я тебе делал замечания. Что мне нравилось. Это самое простое. Посуду ставят здесь. Стол пустой отслешивается. Но я говорю, чашка ноги свесила. Все, посуда поколочена. Ну и другое, как я говорил. Замещание это не для всех. Всегда находи себе работу. Если коснется, время пройдет. Без разрешения, я ко всем это говорю, не приезжать. Надо по согласию. А то я говорю, а почему там устав такой вроде. Ну у нас все. Видите, как они приедут с одной ради работы. Я тут уже сижу, все делаю. И у нас все уже приготовлено. В первую очередь. Нам подстать надо будет в холодильнике. Что у нас тут есть. Поехать. Я у себя все вытащу. Кошек твоих беру. Там под погреб я их опущу. Ну и вопросов никаких больше нет. А мне надо насчет голубей договорить. Иосипа туда. А он... Ну дождик, когда ударить я по время дождя его передать. Как он сможет? Без него мне очень плохо будет. Больше никого нету таких. Только с Андреем. А кто будет? Надо каждый день. Вчера я вроде у них был. И вроде маленько. А сегодня пришел один голубок. И не взлетает. Чего же он не взлетает? Я посмотрел. А они все съели. Морозно-то. На чересе уже морозно-то. А у них больше потребления. Ну и сегодня вместо одной корчашки. У меня корчашка такая. Вот такой высоты. Это пшеницы. Сегодня две с половиной. А до этого я по одной делал. Насыпал и все успокоилось. И воду каждый день подливать надо. Надо, чтобы через край не пошла. У тазика надрыв маленько. До этой. До щели. И не задевать никак. Ну, скотина тоже. Птица такая, что требует. Особого вода нету. Окна заделали. Сеткой затянул. Затянули. То есть у меня что тут еще? Больше еще нету. Воротся эти. От меня-то когда все возьмем. Завязать. Завяжем прямо. Отъезжая. Я все еще с Андреем не говорил. Но рассчитываю на два. На две поездки. В один день он не съездит. Это усталость большая. А на следующий день спокойно. Ну все остатки погрузить. Что-то опустить. Андрей-то так он сильный. Молодежь-то нету. Забрали. Где-то там у дяди. Никиту взяли на военные действия. И Исаакия призвали. Он по службе. Взяли молодого только. Из одного дома сразу двоих. А третий сын учится. И у них две девчонки. Одна вышла замуж, другая двое остались. Пять детей. Быстро разбазарились. Вот. Кому, как, что нужно. Теперь уже хорошие отношения у нас были и есть. Вот это Андреева. Жена Ирина. У каждого какое-то так. Это как прозвище было. Золотая жена. Вот достоилась. Что бы ни сказал где. Она сразу близко принимает. И всегда ласковая. Даже где вот у нас бывают неурядицы с кем-то. Она нигде не нарушает. А не положено, что она не пойдет. Разговаривать там не будет. Она молится и все. Иначе никак нельзя. Меня сегодня только скинули с этим человеком. Тут один был. Никита. Зачем вы жемчуг бросаете перед ним? Он против идет. А я, когда он нападает. И всякие глупости такие безумные. Я говорю, он только перед этим выставил ролик. И кто против меня. Я тех банить буду. Он приехал, просился. Я долго не принимал его. Принял. Он пять лет отбыл. Тридцать лет. Теперь его в армию не возьмут. Я говорю, это он пишет. Это не он. Что против, против там. Ролики разбирает. Ну, гнусность одна. Это его заставили. Ты был в России. Ты, может, какой-то шпион. А его вытащили. То ли подвал был или что-то. Я все это. Сколько мне известно. И поэтому. Ну, он сказал мне. Несколько я сайму его обречения. Там требуется. Вот мы, если так взяться. Мы патриархию признаем. Но мы в патриархии. Они на нас не могут никак. Они могут мусульманами командовать. Не могут. Говорить могут. Это пустое. Мы им не причиняемся. Мы не переходили в нее. И вот это главное. Сейчас вот сегодня опять священник одного. Молодой. Он не стал считать молитвы о победе оружия на Украине. Их снимают. Сана там решают. И прочее. Батюшку никто не трогает. Он еще как будто этого не понимает. И как-то Игорь сказал. Добунов сказал правильно. И батюшка стал делать разбор. Ну, вот дескать. Как так это сказали. Мало что они сказали. Мы христиане. Взявши меч. Все непонятно. Кто мечом убивает. Тому надлежит быть убитым мечом. Откровение 13.10. Кто бьет в плен. Сам пойдет в плен. И все. Его не трогают они. Он не подчиняется. А я поминаю патриарха. Про себя там в алтаре. Про себя в алтаре. Да. Но здесь вслух не надо. Когда приезжает их епископ или священники. А они ведут. Тогда можно. Это золотая середина. Мы не уходили никуда. Никого. А что наемник видит. Говорит. Приходящая волка и бежит. Это зарубежная. Бросили. И все. Русская. Белоиммигрантская церковь. И мы от нее заинтересовались. Патриархии наши. Общины две здесь. Не были ни одного дня. А у них ни обоснований. Ни рубля не было. Ничего. А батюшка едет. Набирает с собой там подарки. Видимо платит что-то. То есть у нас так сложилось. Что мы никому не должны. И над нами команды нет. А архиереи. Вот этот. Видели вы. Как он служил. А про митрополита даже. Он при всех обнимет. Поцелует. Благословит. Кто спрашивает. На вот это. Миндальная повесть. Я говорю больше часа. А он ни слова. Я же его видел это. Ну и все. То есть наше положение. Все узаконенное. Мы нигде ничего не нарушали. Из того что другие говорят. И благословил Господь. У меня все братья. Счастливо вам доехать. Чтобы было мирно. Было свидетельство. Кому что надо. Надо не надо. Володя посмотрите. Тут арбузы. Помидоры. Хлеб. У меня сухари вот лежат. Да. Далеко размачиваются. Вы возьмите небольшой мешочек. К каждому. Дальше всех кто едет. Санкт-Петербург. А? Питер. Ничего себе. Ну вот так дорогие. У нас не было никаких замещаний за столом. Ночью я у вас ни разу не был. На молитве замещаний не было. В храме не было. Вот что хотел сказать. Не забыть. Давай сюда. Давай. Когда будете молиться. И где священник поднимает руки. Везде поднимайте руки. Это. То что не поднимают. Это их дело. А мы будем поднимать. Давай. 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 Поднять руки. Вот как. Вертикально. Вверх. Насколько возможно. Ладонь к ладони. Чем выше тем лучше. Воскресенье три раза. А люди глядят где. Ну пускай глядят и учатся. Можно им сказать. А священник будет говорить. Скажите что. Апостол Павел хочет чтобы мужи поднимали руки на всяком месте. На всяком. Это место. Мы ничего не нарушили. Молча где-то. И ничего не должен говорить. Он даже не умит. Он спиной стоит. А кто что будет говорить. Ничего не отвечайте. Скажите. Я молюсь. Никому не мешаю. Благодарю Бога. Вот. Я вас спрашивал. Теперь относительно книг выписывать. Это уже я не знаю. Если думаете. Накопите деньги. Скажите. Вот у меня. Готовятся сейчас. Ответы. Воскресенье Библии. Ну. Уже. Ушло около. Двадцати экземпляров. Примерно. Одиннадцать. Бесплатно. В подарок. То есть. Мы ничего не возвращаем. Нам надо собрать. Где-то. У кого-то наберется. Шестнадцать с половиной. Комплект. Семь тому. И. Почтовый перевод. Все это дело с Еленой. Если не знаете. Как. Номер ее. На меня выйдите. Я скажу. Еще. Выпрашивали. Выпрашивали. То один. То другое. Где там. Ну. Принимал участие. Астахов Николай. Сразу. Подарите ему. Я сразу отвечаю. Согласен. А там все уже. Опять. Согласен. Ну где-то же. Конец этот будет. Иначе у меня вообще ничего нет. Там всего тысяча экземпляров. Даже делили на три части. У меня тут вообще. Ну и вот так. По милости Божией. Если вам надо будет. Напишите. Шестнадцать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.